Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 1 декабря 2022 года у микрофона Леон Вайнстейн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Сегодня мы поговорим о позиции Трампа по Украине. Она беспокоит многих выходцев из бывшего СССР. Многие находятся под впечатлением, что Трамп остановит военную помощь Киеву, нажмет на Зеленского, заставит сеть за стол переговоров с Кремлем и поможет другу Овке вырасти сухим из воды. Конвенциальные политики, аналитики Трампа не понимают. Он из другого мира. Например, Трамп Вармф вызывал на словесную дуэль корейского лидера Ким Джон Ууна. Все кричали, что ты делаешь, что ты делаешь, ты начинаешь третью мировую или атомную войну. Но как только Ким стал делать что-то, что Трамп добивался, он сразу же стал, по словам Трампа, вдруг стал мудрым правителем, лидером, партнером по переговорам. Трамп, кстати, исходил в своих действиях, уже известно, из психологического портрета Кима. Значит, Путина Трамп тоже называл мудрым вождем, при этом понижал стоимость нефти. Так что Путин стал задыхаться. Вообще все, от кого Трамп что-то хочет, становятся, по его словам, в этот момент мудрыми, если они идут на предложенные им условия. Трамп непредсказуем в достаточной степени с точки зрения его соперников, противников, и может сделать что-то, что в мире политики считается запретным, непринятым. Он много раз уже заказывал, ну там, в той же Корее, скажем, перейдя границу двух Корей, на встрече с нынешним вот этим самым толстеньким Кимом. Но, скажет мне, Трамп против развазариванных денег. Он, значит, как утверждает, что они нужны в Америке. Он высказывался за немедленное прекращение бойни. И он, и, кстати, его дети тоже говорили какие-то вещи, которые воспринимаются как невмешательство в русско-украинские дела. Но давайте не будем судить по вырванным из контекста словам, ответам, на которые мы не всегда слышали вопросы или не всегда слышали продолжения, бомбастные заявления ряда неведущих республиканцев. И пойдем к первоисточнику. Зачем нам, что-то с угодом, гадать, да? Значит, Трамп, Доналд Трамп, бывший президент Доналд Трамп, дал интервью Стюарт Варни, это постоянный ведущий на Fox Business. На вопрос, значит, смог ли бы он остановить эту войну и стал бы он это делать, он сказал, что, Трамп сказал, что эту войну я бы остановил очень быстро и легко. Ответ у нас под ногами. И это не самолеты, а нефть. Значит, старая истина, сказал Трамп, звучит так. Для войны нужны три вещи. Деньги, деньги и деньги. Перечень, значит, необходимый, довольно, как вы понимаете, однообразный, да? Значит, перережь пуповину путинскому режиму, оставь Кремль без дохода, и война прекратится. Это слова Трампа. И если, конечно, это я уже от себя, то, что хочет Америка и Европа, это прекращение войны. При мне, сказал Трамп, средняя цена на бензин по Америке была 1,71 доллар за галлон. Боррель нефти стоил 35-39 долларов. Иран, Россия и Венесуэла были на грани экономических катастроф. Ни о каких войнах они в это время думать не могли. Вот давайте на секунду остановимся и проанализируем, значит, то, что Трамп говорит, то, что о Трампе говорят. Я потом продолжу. Я тоже, я, Леон Вайнстайн, тоже против разбазаривания денег. А зная бюрократов и политиков, если половина наших денег попадает, доходит до цели, то это удача, к их грязным рукам прилипают миллиарды. Деньги надо не разбазаривать, а контролировать. Это прямо противоположное тому, что сейчас происходит. И я не хочу, как и Трамп, чтобы убивали, лишали крова и нормальной жизни людей. Например, в Йемене идет война сразмеримой по потерям с Украиной. С 2016 года по 2021 погибли более 100 тысяч человек. Я не знаю, это мирные жители вместе с солдатами, но 100 тысяч впечатляет. Только за 2016 год убито более 10 тысяч мирных жителей. И продолжают умирать, между прочим. Помогает ли им Евросоюз? НАТО, Канада, Австралия. Ну, скажем так, не очень. И в Эфиопии. 353 тысячи человек в закрытом от снабжения районе умирают от голода. Точно как и в Украине при Сталинском голодоморе. И еще 1,1 миллиона, то есть миллион 100 тысяч человек в состоянии, признанном ООН, близком к катастрофе. То есть полтора миллиона человек умирают, часть уже умерла от голода. Это очень тяжелая смерть. Тысячи женщин украдены, содержатся в военных бараках для утех солдат. В регионе Тигрей обессилевшие дети лежат на улицах, часть уже умерла. То есть трагедия по масштабу больше, чем в Восточной Европе. Ну, Евросоюз, НАТО, Канада, Австралия, Польша, Япония, Южная Корея и тому подобное. Ну, в общем, мягко говоря, не особенно вмешиваются. Майанмар. Сжигают целые деревни с обитателями вместе, то есть загоняют в дома и сжигают. Используют гражданское население как рабов. И проводят этнические чистки. 130 тысяч жителей погибло в конфликтах. Около 2 миллионов бежало из своих жилищ, остались без крова, без работы, без имущества. Где Евросоюз, где Австралия, где Франция, где Англия, Германия. Где была Украина, кстати, до российского вторжения. С 1991 года ООН выпустила 5 резолюций по Майамару. И воз, и ныне. Я не пытаюсь преуменьшить боль и страдания украинцев. Я просто говорю, что человеки – звери. И для них убийство, насиловать, грабить, сжечь, издеваться над другими людьми – это довольно обычное дело. А мы, те, кто живет по моральным устоям, должны противостоять этому. Почему же мы не противостоим в Эфиопии, Емине, Майамаре? Ну, там, я назвал треть, на самом деле, их больше дюжины сейчас таких вот мест. А потому что они от нас с вами далеко. Они не наши. Они нас почти, ну, или, если честно сказать, то совсем, да, не волнуют. А волнует нас Украина. Потому что свои, близкие, понятно, еще потому что некоторые боятся, что Россия применит что-нибудь там страшное. То есть у нас с вами боль за похожих на нас людей. А у правительства по серии ядерные войны. А совершенно не гуманитарные соображения. Потому что если бы были гуманитарные соображения, то помогали бы в Емине, не меньше. Кстати, Емине раньше началось. А вот мы бы всем посылали тогда, да, если бы мы за человеком, да, то войска, танки, дроны там, в Майамар в том числе. А теперь, пожалуйста, поймите, что рядовым элегантам, живущим в штате Айва или там Небраска, 50% из которых белые 50% вообще никакого отношения не имеют к Европе. Одинаково. Либо важно, либо все равно, что происходит в Эпиопии в Украине. Одинаково. Примерно так же, как вам убийство в Емине. Не важны. Или важно. И давайте скажем спасибо, что помогают. А не будем кричать, не хватает, не дали, не додали, мы их защищаем, они нам обязаны. Вот. А теперь обратно к Трампу. Оказывал бы ты военную помощь Украине, и если да, то какую? Спросил парни у Трампа. Ну, конкретнее не спросишь, правильно, да? Оказывал бы. Да нет, если да, то какую. Я бы поставил в Украину, сказал Трамп, множество дронов. Они могут уничтожить объекты, уничтожать объекты в воздухе, на земле и на воде. Дроны собирают информацию, и эта информация наводит ракеты на нужные цели. То есть ракеты тоже, очевидно, да? Мне кажется, Трамп ответил на вопрос о помощи Украине. Он подсёк бы российские доходы, и он забросал бы Украину дронами. И, как вы понимаете, гуманитарной помощью. И, как вы понимаете, Россия уже стояла бы у порога, отбивала бы пороги, чтобы хоть как-то вылезти из этой ситуации. Вот что Трампу всё равно. Это кто сидит в Кремле? Или Вовчик, или Медведев, или Навальный, Киселёв, Иванов, Собядин, неизвестный генерал? Ему совершенно всё равно. Вам не всё равно. Мне не всё равно. А ему, с геополитической точки зрения, совершенно всё равно. А вам не всё равно, кто в Майамаре? А вам не всё равно, кто в Йемене? Нет. Вам всё равно. Потому что Трамп не строитель нового светлого будущего в мире. Он не президент планеты, как он много раз уже говорил. Он был, и я надеюсь, скоро будет, снова президентом Соединённых Штатов Америки. На этом выпуск закончен. До свидания. До следующих встреч. До новых встреч.